Господи Иисусе Христос, Сыне Божий, помилуй нас, помилуй меня Грешева. Номер 204. События дня. Второе. Фессалоникийцам 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Третьего июля 2016 года. Ну а дальше сами прочитайте тут. Часть не все, часть только показа роликов про того, кто считается сектофобом и врагом государства РПЦ. 20 лет прикормили. И он здесь разрушал и травил людей. Органы разоблачили. Ну а провергайте, уважающие, вот этих разрушителей. Сектовед такой даже и должности нету вообще. Дальше. Психиатрический больной человек. Липовый профессор и шарлатан. Вот России как раз этого и не хватало. Как бросились под него все это шушеры-мушеры. Миссионерские отделы открывать. Его над собой поставили. Сатанизм настоящий. Развели в православии. Совершенно слепые. Дух Божий отсутствует в этих делах. Чего тут ты даже один раз только его услышал, увидел, уже понятно. Человек чужой, враждебный. Нет, 20 лет получал, расписывался у кассы, где-то стоял деньги. На что-то он питается. На что-то галстук купил. Приехал, заслали его. Сначала прошел практику в Израиле, в Америке. С главным гражданством. И как ошалели совершенно. И всякое провеление истинной духовной работы неприемлемо для таких, которые касаются миссионерских отделов. Как лютые волчарни собрались там. Что-то пытаются вякать, пророчествовать. Ну загляните маленько в священное писание. Куда вы идете? Ну хотя бы один шаг по-христиански-то можно сделать. Травить обязательно к властям. Сирианцы прожженные. Шагу не сделают без власти. А власть-то какая она? Все остались у власти коммунисты. В Германии запретили, от власти отстранили всех. Сколько? Там 10-15 лет ни одной руководящей должности. Ну и по примерке какие. Ответ нет. На день рождения. Мир тебе, друг наш, любезный. И спасение в вечности со Христом пребывая. Это я сегодня написал одному человеку. В ответ получил. Спасибо, Игнатий Тихонович. Вот говорят, день ангела. А для меня день рождения всегда более важен как-то. Так он и есть день ангела, что в этот день рождения, день днем ангела и называют. Ну правильно. Каждый год как рубеж. И время поразмыслить, что сделано, что потеряно, куда идешь. Вот видите, тут некоторые знаки. И не зря ли жизнь проходит? Вот главные вопросы. Действительно, день ангела. Как будто ангелы. Ну, приятно это называть, день ангела. А на самом-то деле, день рождения. При чем тут ангел? Ангел дается. А у неверующего дается? Нет, куда он ведет? Куда тем более? У Чикатило день ангела или нет? Сколько вопросов. День рождения проще. Пишет Мочалин Владимир. Гимн во свете Библии. Мочалин Владимир. Ну, я тут даже взял его и почту поставил. Раз он открыто вышел, значит на него, кто обо мне хорошо отзывается, в нашей работе. Эти лжемиссионеры, вот это пугало сарковное, они сразу на него набрасываются и боятся, как огня. Вчерашние ролики с ними беседовали, уничтожают и прочее. Как бесовское отродье какое. Наступило время. Почему патриарх не запретит всю эту бакханалию и свистопляску? Ну, может же, одним указом и все они. Говорят, издохла собака за хвостом в яму. Пишет. Здравствуйте, дорогой Игнатий Тихонович. Я вдохновился вашими трудами и решил написать гимн. Вот текст. Но нужно доработать только первый куплет. У меня не получается. Музыку уже написал. Вокалисты есть. В общем, слова вам на утверждение. Слава Иисусу Христу! Во свете Библии гимн. Ничего я утверждать, конечно, не буду. Ну, просто даю знать, что вот такое расположение есть. Как это тошно, которое себя приписывает к миссионерскому отделу и прочее. Миссионерский отдел – это Дух Святой по-настоящему. А какой отдел? Двое. Уверовали и пошли проповедовать. По-другому никогда не было Дух Святой. А они подделываются по Дух Святой. А сатана, вид ангела света, принимает. Нет таких отделов. И Христос их не основывал. Это выдумка дьявола, что люди чему-то могут научиться пойти. Как ты душу-то обратишь? Иоанн Златоуз говорит, тысячи талантов нужно такому, чтобы душу обратить. И крестить-то правильно, куда они приведут-то. Мощитель бы – ложь. Всюду ложь и обман. Попутно. Первый куплет. Где твердость руки и сомнений нет. В христовых пресветлых путях. В знаке припинания что-то, наверное, надо поставить. Нам путь освещает лишь в Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божье в сердца всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа. Припев. Во свете Библии поем об истине. Мы путь прокладываем свой. Делами дивными, в Христе едиными. Ведем мы православный бой. Где пали в грехах, забыв Божий страх. Правители ныщи в слезах. Ты смело шагай и не унывай. Другим на пути помогай. С Христом во плоти нам нужно идти. Пройти километры дорог. Ты слышишь? Вперед. Труба нас зовет. И это все делает Бог. И опять припев. Во свете Библии поем об истине. Мы путь прокладываем свой. Делами дивными, в Христе едиными. Ведем мы православный бой. О, сколько врагов и столько друзей. О Боге ты не забывай. Ты в жизни своей все преодолей. Лишь Божьему Слову взывай. Оно тем сильно. И сердце твое звучит все яснее и яснее. Ведь Бог свет создал из ничего. И в мире всем стало светлее припев. Во свете Библии поем об истине. Вот так гимн составляют. Я когда вернулся в заключение, а мне говорят, тут Акафист составил человек. Ну, все по Акафисту о моей жизни. Самый настоящий Акафист. Посмеялся же я и говорю. Взирая на кончину жизни их, не торопитесь. Еще не один раз Анафими предать сумею. Вот. Теперь посмотрим. Вот. День. А, день. Событие дня. Воскресенье вчера было. Вот утром встал я. Ну, после молитвы. Ну, в 4.40. Встал я. Никита мне сгонит в 4.40. Такое у него послушание. Семь сигналов. Я не открываю. Ну, помню. Маленько поглядя уже Володя существует. Занимаюсь я здесь интернетом. Ответить на вопросы. Володя, что уезжают в Горно-Алтайские. Званова Николай с Анастасией с сыном Евгением. Далеко ехать. И я вышел на улицу и побеседовали. Это событие дня. Ночью провожали. Приехал человек. Привез сына из Канады. Сын остался. Вчера тут разговаривали. Вроде, может, будет проводить уроки для детей местных. Уроки английского языка. Вообще-то здорово придумали. Ну, посмотрим, что получится. События дня. В храм пошли. В храме. Помолились. Батюшки нету. Он в Новосибири, в этом Барнауле. А через... В следующее воскресенье тут будет крещение. Через семь дней. А после крещения. Двенадцатого розговаривания. Ну, события какие. Там что слушали, говорили. Объявления сделали. Там разборками же деревенскими. Собрания на улице всегда. И этими футболистами лагерными. Вот. Ну, а после этого завтрак. После завтрака дети катаются на лодках. Сергей Павлович Купков. У него собаки. Ученые. Первое место в России. Первое место в России. Это что-то значит. Павлович Ки. Защитный карауль. Служба. Там поиск. И он детям попросил разрешение. Может нет. Там на пляже. Где купаются. Катаются. И когда все это закончится. У них показать. Как они выполняют. Это все будет показано. Ролик уже будет. И мы сегодня. Завтра будем отсылать. Другое место. В городе. Там. Ну, в разных местах. Может быть. Ставят ролики. Закачивают. Здесь я не могу закачивать. У нас за неделю. Неделя была наполненная событиями. И получилась. За неделю набралось 50 гигабайт. 110 роликов. Вообще вообразить нельзя. У нас два аппарата. Снимаем в разных местах. Володя и я. Вот. За неделю 110 роликов. Они интересные. Вот люди отзываются. Им интересно. Да, интересно. Почему? Ни капли фальши. Лжи. Все как есть. Придет время. Люди будут понимать и видеть. Но завтра у нас день особый. Комиссия будет в лагере. Комиссия. Толчок комиссии. Да. Президент Российской Федерации. Путин Владимир Владимирович. А дальше. По низу уже дает распоряжение. Его полномочный представитель. Как называется. Федеральный инспектор. Вот. Бумагу прислали. Но тут все двери открываем. Мы думаем. Как принять. Как. Ну, не знаю. Пока молимся. Вариантов уже несколько. Один из вариантов такой. Что показывать будут. Наши сотрудники. Лагеря Стана. А я буду в столовой ждать их. Вот. Ну, а после этого. Дети вернулись. И на занятия. Занятия пришли. Мы заранее назначили встречу. Занятия идут по изучению Библии. С часа воскресенья. Лена Барабаш назначает. А тут так. Нужно составить. Было протокол. Я имею. Как начальник и основатель. Лагеря. Стана. Избирать новых сотрудников. Ну, и. Вчера мы. Как говорится. Разбазарились. Сотрудников. Получается. Виктор Николаевич. Я начальник. Как раз Виктор Николаевич остается старшим воспитателем. Временно исполняющим его обязанности. Он все занят. Тут со своим домом. Пащенко Владимир Александрович. Ну, и воспитатели. Никиту воспитатели. Сбрали. Тинникова приехала. Она воспитатели. Вот. Галина Николаевна Александровна Загуляева. Воспитатели. Сергей Пупков. Воспитатели. Ну, он уже много лет все знает. Воспитатели. Вот. Издалека тут кто-то еще у нас тут был. Помогает. Получается, семь человек. Ну, а после этого, собрая, изучение Библии, час провели. Дети вернулись, пообедали. Фильм. Вся три фильма смотрели. Даже разбор одного в начале делать, толком не могли рассказать. Я легенда. Ну, Биар Грелс. Вот. Спастись любой ценой. Сохраниться. Ну, это тоже немножко поговорили. Виталий там восстал. Да, это все. Тоф. Та вроде что-то там. Фуфло. Ну, я ему рассказал, что у него в голове фуфло. А Биар Грелс это высший класс спецназа Великобритании. Как выжить. Вот. Какие труды в трясину погружаются. Вообще удивительный человек. Удивительный. Вот главное, это мой мир. Сюда заходите. Кому что написать. Тут почта есть. Все здесь есть. Абсолютно. Очень хорошая система. Но она раз в сто. Сделали ее более сжатой, чем была раньше. Она, ну, видимо, пакости очень много было. Сейчас меньше. Ну, она... Наш форум. Пишет Артем Сергеевич. Вот. Там Артем Сергеевич. Я даже не знаю, откуда он. Артем-то Сергеевич. Спасибо. Я уже два года смотрю ваши ресурсы. Сайт и сайт и канал. Хотел сказать вам, что вы делаете огромное дело. Я очень многое понял от вас, Игнатий Тихонович. Дай вам Бог здоровья, чтобы и дальше люди развивались духовно через вас. Ну, вот эти. Это мне перенесли. Я не знаю, откуда с контактов или откуда. Так, Артем, сам заходи на наш вот этот форум и пиши здесь, что неясно. Может, какие-то вопросы и для других они будут полезны. Вот. А перенесли-то администрация переносит. Вижу тут. Переносят они. Ну, а у нас... Вот он, как выглядит православный форум. 1590, мне кажется, тема. Очень богатый. Много здесь всего. Ну, и далее это, конечно, наш канал, видеоканал. Вот сегодня я уже сейчас обновлю страничку. Поставил. 10 роликов сегодня поставил. 10. Понятно, что ни Осипов никто не поставит. А ничего нет. Он за столом сидит, бритый, да в Галсике. А мы здесь паримся. Вот начинаем по порядку. Что интересно. Вот Южный пруд, подвиг братьев. Маленький такой. Что? 8 просмотров. Ян Златоуст, ни одного. Целесообразность, мужество полотенца. 10. Вот. Человек посмотрели за это время. 40 минут назад. Ворост везут. 10. Терентий барабаш пересеивает гречку. Вот здесь 4, 5. Златоуст не пользуется авторитетом. Вот такое отношение к делу. Да все наши вместе-то ролики. Малое счастье, может быть, Златоуста не стоит. Вот так. Ну а тут у меня Бог утешает нас самих. Устин Авангелин. Один день назад. 544. Биография Южного пруда 417. Это посещение. Для нас это не Андрея Кураева, а вот это под замками. Что дальше будет еще? Вот она. В Сизари, здоровее породистых, субординация. И показать, сколько у нас богатства. Я открываю только замки. Закачивать никак нельзя. Вот они с замками идут. Можете просчитать. Все это с замками. Все это уже готово. Готово. Видишь, сколько? То есть много. И Вот свете Библии. Это сайт. Православный библейский сайт. Много тут чего. Нажми на форум. Нажми на видеоканал. Здесь же 41 моя книга. Книга 38. Даже больше. 43. 38 уже вышедшие. Я больше не издаю их. Ну и самое-самое-самое главное. Это 4124 ответа по темам. 55 тем. Ткнешь тему. Любую. Вот какая тема, допустим. Покаяние. Ткнул. Пошли. Какой том? Какой вопрос? Вот. Вот. Ткнул. А что ткнул? Ткнул и не открывается. А почему не открывается? Потому что я в потеряльке. Вот. Покаяние. А ну-ка еще раз попробуем. Может быть откроется. Вот открылось. Вот такой вопрос. Номер его такой. Что вы предлагаете относительно общей исповеди? Третий том. 900. Ну, пример. Опять ткнул в него. Теперь открывается полный ответ. Жирным и курсивом это места из Святой Библии. Вот такие большие развернутые ответы. Ответы даются всегда на основании полной Библии Синодального перевода 1876 года. 77 книг. На основании, одновременно, на основании трудов святых отцов, какие я знаю, это 300 томов. И на основании святых канонов. Книга правил 719 правил. И на основании житий святых 1173 жития. Вот. Вопросы, которые мне задавали в университетах, в школах, техникумах, в милиции, в воинских частях. Я вел три радиопрограммы несколько лет и везде отвечал в письменном виде. Бумажки поступали. Вот так. Милости просим. И на этом, на сегодня, все. Тоже 50 книг аудио мной насчитаны были. Помолитесь, чтобы Господь нас сохранил. Все было как по воле Божией. Вот так. Тоже 50 мм.